итак формирование ментальной матрицы называем 4d сознание человека уровня сознания все равно запрограммировано и рождается здесь каком бы он не был бы потоки души и так далее всем приходится преодолевать эти программы но скажем там в этом потоке которые свыше держат человека в нем присутствуют эти скажем программы развития и поток этот бережет от вторжения этого трехмерного 3d матричного сознания которым заполнено все на земле уже говорили земля находилась низкочастотном пространстве тысячи лет и выходит высокочастотную мы начинаем формировать четвертый уровень сознания что там должно звучать ментале который как раз и выбирает направление дал опять это не человек и вот рассматриваем и ячейку ментальной матрицы которая дана для трех и четырех уровня сознания и рассматривая почему на 3 4 и вот будем учиться формировать и так тело что у нас физическое тело или которые занимаются эзотерикой у них сразу начнутся возникать вопрос а какое тело но мы говорим обычным языком который соединяем тем же эзотерическим внутреннее внешнее знание надо объединить и говорить так что было понятно всем но не усложняли потому что если начинаете упрощать это где-то хорошо на очень высоком уровне великой мудрости когда рассказал фразу и все этим сказал и вот физическое тело рассматривает люди которые начинают заниматься таких аспектах как здоровый образ жизни тренировки какая-то диета определенные это упражнения это процедуры но на чем основывается человек который занимается опять на матричной схеме что он будет что-то делать это вот линейное линейное мышление что-то делаете могут изменяться и вот здесь самый важный аспект как раз мы что на третьем уровне у нас состояние познания здесь все идет через познание первое что по телу вот сейчас мы будем вот эту грань нижней формировать я вам буду ее надиктовывать затем мы начнем касаться грани отношений дуального центра творческой то будем вместе вы посмотрели подход какой должен быть не матричный скажем так естественный комфорт тела первое что нужно создать естественный комфорт тела вот опять чтобы не было матричных понятий комфорта когда вяжешь на диване попиваешь такой приятный крыль и рызешь и смотришь развлекал или где-то бежишь по дорожке спортивной и дышишь а рядом куча машин едет свинец из труб прямо вылетает чек его глотать друг либо дыру брыжи естественный комфорт тела это не закалку понимаете это не диеты закалками какими-то ограничениями человек работает в сознании своем он ограничивает от той матрицы которая его вожделевая вожделенческий комфорт тела за затянула комфорт ума на самом деле при котором тело разрушается и здесь естество понимаете вот какая-то работа вот допустим вы занимаетесь творческими изысканиями или общением необходимые дела делается и вы же не будете это делать скажем так раздевшись на холоде или пришли где-то с кем-то начинаете договариваться какие-то дела и вы говорите я ветерянец у меня такие ограничения такие ограничения другой человек мясоед которого надо говорится это уже понимаете это уже вот эта агрессия которую те же самые веги и страдары кармической агрессии потом они проблемы естественный комфорт тела то есть все эти закалки какие-то ограничения это для сознания а тело должно быть каком климате слегка влажным и теплым это температура естественно это естественно температуру утробы скажем где ребенок вращается вот это комфорт тела это мягкая среда это безопасная среда поэтому мы различными ограничениями на первых паре на первом этапе выходим ограничение сознания идет через тело потому что сознание привязано к телу вот это вы видите понять что если нет у вас сознание вот этого вожделения привязанности к чему-то материально там тоже самый показывать себя то и не надо это делать тогда и надо создавать вот именно для вот этого естества комфортные условия чтобы функционировать весьма эффективно поэтому надо изучать сначала поэтому что здесь идет изучение познание 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 и изучение о чем мы изучаем как это физиология и анатомия чтобы знать вот эти естественные процессы которые нужны и анатомия здесь у нас далее идет создание условий уже много раз говорили для всего этого вы уже много раз говорили что человек там где-то находясь какого-то пространстве не очень пригодны для занятия собой жалуется что ведь но еще раз все отражение сознание если человек сознание свое формируют ментально устойчивое создание пространство создание тех условий которые позволят ему преобразится трансформирует себя она и появляется минимальная максимальном доступе возможности но в любом случае она появляется и исчезает те кто мешает ему заниматься просто смотреть какие же мои истинные желания поэтому сознание условий для необходимого для необходимого естественного для необходимой естественной потребности тела потребностей тела достаточной меры не переходить грамм мы много говорили о том что есть потребности есть необходимость необходимость жесткость духовность потребности тоже душевность но это материальность его вот это достаточность мера достаточная мера но как является одной из основе что это гармония создание условий для необходимых естественных для необходимых естественных потребностей тела естественных 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 дао слово естественные так как одно из основных разной системы кидаются в разные крайности как насчет даже питания сколько раз мы говорили что нужно знать что организму нужно и не только в теории но и на практике вычислить а что мне надо причем в разные климатические периоды и в разных регионах проживания свои особенности а не общих что где-то кто-то в китае там или в индии написал что вот так надо вот там аюрведа особенно смешная конечно или в китайской кухне где там навороченная черночего и специй полно которые здесь не нужны и так что мы рассматриваем дальше уход и режим точнее систематический уход системный уход по сути это одно и то же режим или системный написали уход и режим это ладно затем естественные процедуры потому что когда человек ходит спа-салоны может это хорошо для какой-то внешнего приема ему еще что-то нужно скажем так это его игра в этом мире он к этому вообще никак не привязан то это нормально но если человек привязывается к этому зависит от этого внешнего то есть естественность в чем применение каких-то натуральных продуктов соответствующих данной индивидуальности все кожа сухая значит желательно масло допустим масло ши хорошо соответствует оливковое масло там и тому подобное но мы сейчас не будем это рассматривать мы рассматриваем принципы подхода к телу физическому не то матричное которое раньше было когда нужно закалка тренировка подъем тогда когда вы вообще не можете встать а почему человек не может встать утром надо вставать естественно утром желательно с трех до пяти годов и солнечный идет на нашу сторону земли идет это мышечная энергия затем второй этап с пяти до семи это вот тоже благоприятный поток для трансформации но разное бывает сейчас многие ночью не спят и здесь надо уметь допустим если очень поздно ложитесь но уложитесь уже после трех часов наступает период когда идет уже флюрит этот и вы можете сделать короткую практику которая что включить естественность человека как и природа она пробуждается с этими потоками солнца она питается питается энергией земли и это основа для вот этой физиологии анатомии энергии солнца земли далее психика поддерживается энергией луны вот через эти три потока и в астрологии тоже вот эти три аспекта рассматриваются должны рассматриваться в первую очередь эти три потока и являются основными через эти три потока все остальные идут ну это вот такой небольшой экскурс того что делать и так дальше у нас рассматривается после процедур естественных процедур еда а какая еда естественная еда то есть природа которая произвела производит которая растет на земле а не где-то в каком-то инкубаторе или в искусственной теплице на керамзите растут огурцы поливали какой-то суррогатом это естественно происхождение далее мы как-то рассматривали уровни сознания и одно из главных состояний по взращиванию себя это воспитание напишите воспитание тела здесь мы рассматриваем дисциплины самодисциплина это не тело в индивидуальной в индивидуальном подходе своего естества это очень хорошо допустим если рассматривать все системы начинаем брать то что общее для всех например аюрведа насколько я рассматривал питание оно не подходит для нашего нашей среды обитания а у них уже много тысяч лет разработана скажем так система ДОЖ то есть индивидуальной конструкции тела ну в западной медицине это рассматривается как тонко-костная структура средняя кость широкая там разные процессы физиологические процессы разные совершенно разные то есть это и есть свое естество все это мы помним начинается с познания изучения поэтому получается что люди кидаются не познавая а поверхностно подходя к оздоровлению но опять же мы много раз обсуждали какие процессы идут тонко-костных людей какие широко-костных там огонь вода ветер в переводе дождь вата питание тела и учет пространство обитания и учитывание и учитывание пространство проживание проживание напишите обитание нахождение не досуга здесь также напишите социальные условия и тут учитывается много в общем человек живет в семье где сильные религиозные традиции трехмерного восприятия это все религии от буддистской до православной это матрица просто для управления человечеством раньше как-то работала все равно лежала под колпаком вся эта религиозная система вот и социальные условия опять же индивидуальность индивидуальность это надо все учитывать ну что конечно зависит от устремлений человека просто создаются эти условия что вы желаете на самом деле далее все естество работает только тогда когда работает энергосистема так и пишите энергосистема монада ее называют но ее надо изучать и знать энергосистема и здесь идет ее изучение открытие очищение по порядку управление и трансформация что важно мы помним как дао вычит это парадигма ци цинь превращается ци ци превращается в шень то есть плотная энергия превращается в тонкие в тонкие духовные и далее еще одно из таких вот основных правил по делам не физического тела это сознание состояние тела сознание сознание и пространство нахождения то что еще может предложить по данной теме то есть это возвращение естеству то есть выход из матрицы которая все естество делает искусственно 4d это возвращение к естеству это раскрытие возможности человека это очищение трансформация и сознание и всех тел это другое мышление это взращивание нахождение себя высокочастотном состоянии и управление но никак не реализация когда люди открываются они начинают активно реализоваться это послушание это нахождение системы ведущего движения в этом потоке ведущего системы а быт есть быт просто делайте то что можно делать дают бери бери да труд труд это уже другой грани будут относиться у нас не понимаю что тело должно быть готово какая-то деятельность а тело готово как она готова ты время расход 2 2 2 2 к 2 и и он